Сейчас расскажу. Мы с питерским сообществом общались, меня поразили суммы, которые они называют ангельскими инвестициями. 7 миллионов рублей, 15 миллионов рублей. Когда делаются такие инвестиции, бизнес ангел убивает проект. Потому что он, во-первых, много дает, потом много требует, когда они еще в периоде яйца. То есть он уже хочет, чтобы он начал яйца внести, потому что он столько денег дал. А те цепляются за эти деньги и пытаются их быстро освоить, распакая их дали. И это первый фактор инвестиционных издержек. Наша задача показать всем этим двоим, как правильно за ручку идти. А если вы ошибаетесь? Значит мы же открытая система, мягкая система. Значит мы поправимся и поправимся. Здесь проблем гораздо больше. Во-первых, как вы будете защищать вложения? Это только вопросы. Я же вам не все рассказал, что у нас есть. У нас нет финтеха большой. У нас есть юридические структуры. У нас много чего есть. Мы вам покажем. Братки, которые отожмут, потому что если... А как их мотивируют? Да, у вас есть? Причина законных оснований. Есть. Это называется функция ЖАР, да? То есть оно тоже присутствует. То есть мы, так как работаем в инвестициональном пространстве, мы видим весь спектр. Вопрос. Этим отличается корпоративный сектор от инвестиционального. То есть у нас присутствует там все. Ну, собственно, вот этого социального конструкции, да, мы уже прошли. И у нас есть и опытные проекты, которые показали, что жизнеспособно работает. То есть мы нашли те формы, куда люди привлекаются активно, и дошли уже до появления бизнес-ангелов и вывода на международный рынок продуктов, созданных при помощи вот этой всей структуры. То есть те социальные группы, которые активно вовлекаются, условно называются клубы кооператоров. Это клубная система, где колорбинг, обучение, люди встречаются, проводятся обучение, и в процессе обучения понимается, кто что хочет, кто что может, какими ресурсами располагает, какое лоббирование может обеспечить. На выходе из этого обучения получаются группы, которые идут в акселератор. Из акселератора идут рекомендации в инвестиционный комитет, он выкладывает проекты для бизнес-ангелов, которые выбирают, и система работает. То есть везде по всей системе прошли, все работает. Есть некие инструменты даже, социальная сеть с возможностью заключения договоров, с пакетом договоров, с прокладами через блокчейн. Вот так вот модульно попробовали везде. Везде работает и действительно огромный потенциал. Здесь у нас есть успешный модульный тиражер. Еще раз говорю, давайте встречаться, давайте посмотрим. У нас есть... А какой проект, в котором все эти термины прошел? Я говорю модульно, попробовали везде. Вы сказали, какие неуспешные кейсы или есть? Есть. Значит, та ниша, которая наиболее доверительна, это клубы выпускников. Мы это попробовали на клубы выпускников, школы Кромоборова. Начали с консолидации сообщества, дошли до бизнес-ангелов, сделали проект, вывели на международном уровне. Фидесис. Это проект с учениками. Значит так. Профессор Мехмата набирает выпускников в нашей школы. Они защищаются на расчетном пакете прочностного анализа. Мы вывели этот пакет на рынок и сейчас прошли акселерацию на международное инвестирование. Они дали денег? Проект? Проект или ученикам дали? Им денег дали проект. А проект о чем? Расчетный пакет прочностного анализа. Инженерный. Инженерный. Это очень популярная тема. Хорошая тема. Вот это вот все сделали. Сейчас у нас на входе уже по статистике, по математическим моделям. Одна из хороших тем это то, что конверсия сейчас запускается, ППХ, много технологий. Именно коммерциализация, капитализация технологий через стартапы. Но когда же не было, то есть, вот здесь я могу понимать. Сколько денег дали эти люди или сколько времени прошло? Значит, разные люди давали. Вот знаю, один, который из нашей организации давал, он дал 2 миллиона. Рублей. Рублей. А сколько людей? На сколько людей эти 2 миллиона? Ну там было вот 11 человек. Так. Единственное.